Привет, друзья и подруги подпольной правды! На форум GamesTV и одновременно на форум GameLand'а пришла анонимка. Здравствуйте! Пишем вам, потому что уже нет сил наблюдать, как на сервере игры Ragnarok Online происходит бардак. Обо всем по порядку. Администрация сервера игнорирует игроков полностью, добиться какого-либо контакта невозможно. Телефонные звонки или игнорируются, или переадресовываются по кругу с последующим сбросом. Игровые мастера уже стали мифом. И так далее. Потом идет список с нарушениями и неполадками. Под анонимкой подписались уже больше 300 человек, причем это не шутка, потому что сетевой ник позволяет сохранить точно такую же анонимность, как, скажем, и его присутствие. А наша передача решила, как выражались лет 25 тому назад, отреагировать на сигнал. Так что сейчас в эфире на 3dabi.gamesdefestivit.ru подпольная правда, которая спешит на помощь быстрее, чем Чип и Дейл. Допускаю, что далеко не все наши зрители увлечены игрой Ragnarok Online, поэтому пару слов о ней. Это многопользовательская ролевая интернет-игра, действие которой происходит в фэнтезийном мире. В общем, на мой взгляд, ничего выдающегося, тем более, что теоретически игра бесплатная. И славы World of Warcraft, ей не видать, как эльфу собственных ушей. Конечно, у вас, дорогие зрители, может возникнуть вопрос. Если игра бесплатная, то какого черта надо этим жалобщикам? Получили себе что-то на халяву и не отсвечиваете? Но! Во-первых, лишь теоретически эта игра бесплатная. Вы же не думаете, что на свете найдется хотя бы одна невинная душа, которая исключительно по собственной доброте будет администрировать сервера, платить из своего кармана за трафик и хостинг, поддерживать работоспособность программы и прочее, прочее, прочее. Ой, вы действительно так думаете? Зря. Вы только представьте, что о вас будут думать девушки. Ой, я читал в интернете о вас. Вы и те два... Пойдет и отсосит каким-нибудь другим парням. В жопу это! Так вот, естественно, в игре существует аренда, а также купли-продажи шмоток, оружия, свитков и премиум-аккаунтов. Это официально. Неофициально вдобавок процветает черный рынок, на котором игровая валюта обменивается на свободно конвертируемую, хотя это запрещено. Вот, пожалуйста, скриншотки. Вообще говоря, такой эксчейндж запрещен, однако администрация смотрит на это сквозь пальцы, что наводит на две мысли. Или она, администрация, берет взятки с тех, кто спекулирует валютой, или сама ею спекулирует. Потому что сделки совершаются свободно, средь бела дня, и не заметить этого невозможно. А если вы опять думаете, что на свете осталась невинная душа, которая исключительно по доброте своей разрешит игрокам творить все, что на ум взбредет, то вам пора записаться в святые и организовать собственно религиозное движение «Жизнь за Наразула». Подозрение в том, что администрация промышляет откатами, усиливается еще и тем, что когда игроки предоставили модераторам скриншоты, где подтвердился договор с ботоводами, это люди, которые за деньги прокачивают персонажей, администрация отказала игрокам за недостаточность улик. Видимо, достаточные улики в данном случае – это публичное чистосердечное признание преступника в своих преступлениях. Когда на серверах игры начались неполадки, о которых я тут особо не распространяюсь, потому что обитатели Рагнарёка и так в курсе, а всем остальным смертным этот перечень все равно ничего не даст. Так вот, когда начались неполадки, все платные заявки выполнялись и выполняются очень быстро. Это сильно напоминает вымогательство. Ты будешь, сука, платить! Я заплачу! Ты будешь платить! Заплачу! Барри следил, чтобы по административной части бизнес шел без накладок. Игра как бы бесплатная, но за «как бы бесплатно» и играть будешь «как бы». А если хочешь по-человечески – плати. Разумеется, в любой бесплатной игре существуют платные услуги, которые дают игрокам некоторые преимущества. Но обычно они относятся к игровому процессу, а к невозможности играть как таковой и технической поддержки. Когда нас попросили о помощи, на форуме тут же завязалась перепалка. Мол, нечего просиживать штаны перед монитором, заведите себе по девушке, а лучше по две на брата и забудьте про онлайн. Может, оно и так. Но к сути дела никакого отношения не имеет. Сколько сидеть перед монитором – мое личное дело. Я выбираю игру. Я играю. Даже если я делаю это задарма, разработчики все равно в выигрыше. Растет посещаемость сайта, а вместе с ней ширятся возможности зарабатывать на рекламе. Я отдаю должное разработчикам, но хочу получать то, на что рассчитываю. Скажите, пожалуйста, лук будет или нет? Я вас спрашиваю, лук будет или нет? Я, кажется, к вам обращаюсь. Лук будет? Скажите, пожалуйста, лук будут давать. Так что, никто ничего не знает, что ли? Че орешь? От нас просили помощи. До техподдержки я не дозвонился, поэтому смог лишь рассказать то, что рассказал. Надеюсь, что передача вызовет должный резонанс и администрация Рагнарёк Онлайн откликнется на жалобы игроков. Разумеется, проще всего давать советы, поэтому я, конечно, не удержусь. Раз уж пока дела обстоят так, что не заплатив по-человечески поиграть, все равно не выйдет, стоит переключиться на какую-нибудь заслуженную платную игру. Их немало, среди них есть приличные. 15 минут изучения форумов скажут вам куда больше, чем я. Ну, а еще можно завести себе девушку, а лучше две, поверьте мне. И в редкие перерывы между художественным спариванием или строением пишите на Правда, как всегда, собака, gamesyfestiv.ru и до следующего четверга вы ни о каком роднорёке и не вспомните. Милахки! Субтитры создавал DimaTorzok